Духовность, потому что без духовности... Ну оно параллельно пойдет. Ну естественно. Но одной духовности очень мало. Я понимаю. Оно параллельно, оно рядышком будет, кто же ее? Здесь, конечно, зависит от развития сыных родителей, скажем так. У нас нет времени, нам, миллионерам, нам, я же миллионер, помните? Нам нет времени ждать, когда остальные родители подтянутся к нашему... Созрение. Поэтому надо вот именно таким фильмом... Конечно же, конечно же, ну как это? Я же хочу, вот я миллионер, я же хочу, чтобы мои дети жили здесь. Я же не хочу их, я же их не для Англии готовы. Да, я могу их послать там учиться в Англию. Но я хочу, чтобы он вернулся сюда, и чтобы он продолжал то, что я здесь, это вот, и я уже буду дедушка старенький-старенький. И он будет начинать рассказывать, а вот это был... Ну это же нормальное состояние. А что будет через 20 лет? Один бог знает. Это врачи знают. Честные врачи, не те, которые лечат от наркотиков, а те, которые как бы просчитали, что будет с нашим генофондом через 20 лет. Ничего. Его просто не останется. Вырождение. Его просто не останется. Это все будет еще вот, мы будем видеть это все на нашем... Сегодня мы это видим, вот о духовности. Книги не читают. Да. Хотим мы этого, не хотим. Но мы не сможем заставить читать книги. Не сможем, реально. Вот не сможем вот так вот посадить его. Я же не говорю тебе вещи, которые мы сможем сделать не сможем. А закрыть все ганделоки, где продают детям пиво, вину, водку. Закрыть всех, кто торгует наркотиком. Закрыть все точки. Это реально. Это абсолютно реально. Ментов, если я вам еще раз говорю, я не видел еще ни одного мента, который бы торговал наркотиком. Не видел. Слышал, там где-то в одном, вот сейчас в Харькове, там целую банду хлопнули ментов. И мощно так хлопнули. Там, ну, банда ментов, человек 8 их. Там и начальники, и не начальники. Ну, и сбывушники работают. Да, да. Избывушники. Президент же дал команду. Там они у президента посчитали все. На уровне президента они все ему выдали информацию. Что хана будет. Они зашли навсегда. Ну, как они говорят, мы, говорят, зашли навсегда. И параллель эту выстраиваем вертикаль, горизонталь навсегда. А нахрена же оно им будет надо навсегда, когда им аналитики сказали, Виктор Федорович, а вы тут через 20 лет, ни хрена тут у вас не останется. Да, да, да. Что ж вы сюда зашли навсегда? И кому же вы это все передадите потом? Да. И вот я мне сейчас, вот я же говорю, я не голосовал за Януковичем. Ну, не мой президент. Ну, я не могу понять, ну, как у меня может быть президент, который в детстве шапки воровал. Ну, я в шоке просто. Ну, другой был, не пошел бы. Ну, не голосовал я за него. Но, когда он делает ряд очень таких взрослых решений по, ну, поддержку моего движения, начиная от того, что сегодня штраф за продажу ребенку пива, вина, водки, одну, ну, одной сигареты, одной, знаете какой? Да не знаю, откуда вы можете знать. Откуда? Мэр не знал. В 6800 гривен. Ну, чего себе. За продажу? За продажу. Одной сигареты? Одной сигареты, но сигареты нельзя. Пачки. Бутылки пива. Продай бутылку пива. 6800 гривен. Ну, тогда что такое бюджет? Это почти расстрел. Это почти расстрел. Можно уважать президента за этот? Конечно. Плюс он еще куча всего-всего-всего. Я это сказал еще два года назад, что Украина занимает первое место. Это если он продавец, продает подростку? Да. Ну, мы же проводили такие рейды. Занимает первое место. Я еще два года назад узнал, что Украина занимает первое место в мире по употреблению алкоголя среди подростков. Всемирная организация здравоохранения высчитала все. Ну, там как бы есть нюансы. Некоторые интернет пишут в Первое Миро по детскому алкоголизму, пьянству. Но там все-таки точнее надо быть. По употреблению. Но если подросток уже начал употреблять с 13 лет, то это уже мама дорогая. Мама не горю называется. Президент вот полгода назад на каком-то своем сходнике сидят все милиционеры, СБУшники сидят. Он говорит, а вы читали вообще, что Юрин вам говорил еще два года назад, что Украина занимает первое, мне три человека мне звонят. Потому что я же всех задолбал, я всем спрашиваю, а вы знаете, что Украина занимает первое место? А он сидит, мне твои проблемы. Вот они мне все думают, при чем здесь Украина? У меня 100 человек работников, я не знаю, чем им платить зарплату. И я понял, я вот это звено опускаю, у кого там 100 человек работников, пусть они там пока разбираются здесь. А вот мне надо вот эти 100 миллионеров, которых нет работников, которых уже живут. Вот эти письма я им на стол ху. И если он откажется, то он такой грех возьмет на душу. Представляешь? Если он откажется, скажет, мне это неинтересно. Ему это может быть только неинтересно, если он увидит, что непрофессионально будет написано письмо. Ну здесь нужно вычистить все. Да. Выскоблить, вылизать все. Конечно. Поэтому детали там ему не надо, прописанный сценарий. Потом он уже говорит, о, а о чем будет фильм? А потом мы его еще туда, и пусть он нырнет туда, и сам будет еще нам помогать сценарий писать. Понимаешь? Это потом уже будет. А сегодня он может, да вот, отрывки этого фильма, уже два года в интернете можно уже что-то ковыряться. Потому что то, что делает сегодня Юрин, никто не делает. Ну так как-то оно получилось. Как-то оно все в кучу сошлось. Папа умер, мой родной, в 33 года, мне было 5 лет. Мать всю жизнь ненавидит, пьяница, алкоголь. Она меня, как она надо мной трусилась. Как? Ну я вам скажу, здесь ее немного заслуг, ее лично. Это вот генетика у меня. Она же, я лично тоже пить начал лет с 13. Ну я тоже. Лет с 13 начал пить, и в армии пил, и вот эту траву тоже пробовал. Но потом не пошло. Кровь я боюсь, поэтому я не укололся. Не знаю, если бы я укололся, что было. Но я алкоголиком не стал, потому что к доктору Авербуху пришел. Я уже белочек так видел. Они уже так ходили, уже так по заборам. Они уже ходили так. Знаете, что такое состояние? Знаете, да? Это когда мы с вами разговариваем, разговариваем, потом что-то начинаем друг другу доказывать. А потом мудро мы звоним. Василий Иванович, а что мы с вами разговаривали? Я не помню, о чем мы с тобой разговариваем. Но это хорошо, если встречаются два милых человека. Да, да, да. То они начинают друг другу спрашивать, о чем разговаривали. А если встречаются два буйных, таких как Сережа Гаврилов. Во, во, во. Он же буйный, реально буйный. Я не знал. Сережа, привет ты, дорогой, я с тобой пить больше не буду. Он реально буйный. Понимаете? И поэтому мы можем вот так вот с ним сидеть, пить. А сколько таких случаев в этих вот? В интернете написано. Что за столом сели, все, выпили, бабах. Два трупа, блин. И... Большой бы я становился. И важный бы считай, остановился. А, и доктор Мавербуху говорю. Саня, а что это у меня? Я помню, вот сейчас помню, а бах, просыпаюсь. Дома сплю. Не помню, я говорю, Юра, это... Приходит звоночек, говорит, это вот, открой, ущебник по наркологии. Это первая стадия алкоголизма. Я говорю, а вторая что? Ну, а вторая, когда начнешь бухать несколько дней подряд, мне сейчас, слава Богу. Да, это уже вторая, третья. А третья, это уже, это уже вообще хана. Есть, понял. И как-то я этот процесс приостановил. Ну, слава Богу. Ну, может, на премьере фильма, сериала. Я себе позволю тоже. Потому что, ну, как бы, вот стереотипы же лежат. Поколение. А пить начали, водку придумали, вот 40 градусов. Знаете, в каком году? Только не ищи. Найдите мне Геродук. 40 градусов водка в 36-м году. Ну, я только хотел сказать, что в 30-х годах. В 36-м году. До этого была, 40 градусов не было. До этого так не пили. Да. Никто не пил в России. Это не была пьяная Русь. Это уже придумали... Это немцы придумали. Ну, и немцы тоже... Придумали они. Они сфальсифицировали специальную историю. Ну, это все там по чуть-чуть. А эти производители еще добавили водки и коньяков. Что вот это, что исторически, что лечить, нафиг нам кого лечить. Да, да, да. Никогда пьяной Руси не было. Наоборот, Русь всегда воевала против... Совершенно верно. ...против этого. Ну, вообще, все нации, это те же самые славяне. Как ни странно звучит. Не, ну, Ваша новелла как раз она будет же связана именно с историей. Там же будет на фоне... Ну, вот так вот я вижу успех этого сериала. Будет, будет, будет. Ну, опять-таки, повторимся. Сериал будет пользоваться огромным успехом, потому что фильм такого уровня создается впервые в мире. Он будет иметь воздействие... В мире? В мире. Он будет иметь огромное воздействие на родителей, на тех... Там будут даны ответы, попытаемся дать ответы, как ликвидировать это. И на примере, то, что сегодня происходит в Николаеве. На примере. Почему это нужно в фильм? Ну, потому что фильм должен быть. Мы можем написать тысячу статей в газете. А читать никто не будет. Должен быть фильм, это должен быть видеоряд. Да. Вот даны ответы, как нужно ликвидировать это паводное явление. Стереотипы будут ломаться. В этом фильме будут ломаться стереотипы, что, опять же, я очень рад, кстати, шел. Хотя я вам скажу, если бы это не было стереотипов, я готов. Я был готов. Ну, и сейчас в любой минуту готов рвать этих ментов продажных, рвать их на куски. Потому что я за поддержкой прокуратуры, ну, развелся. А потом, ну, что-то мне маловато прокуратуры будет. Еще и СБУ поддержкой, у СБУшников поддержкой. Ну, развелся. Можно, говорю? Можно, говорю. Юрий Алексеевич, вам можно. Ну, вот ломаться стереотипы. Приятно слышать. Ну, я вам говорю, честно, как бы. Вот ломаться стереотипы имеешь в виду? Имею в виду что? Стереотипы? Менты все сволочи. Ну, просто... Ну, главный стереотип. Нам поставь точку. Главный стереотип. Не, ну, здесь можно расшифровать. Нет, как, как. Главный стереотип, что бывших наркоманов не бывает. Бывает. Бывают бывшие наркоманы. Полно. Я их видел. Полно. Бывших наркоманов не бывает. Бывает. Это один стереотип. Это один. Что менты все продажные. Не все менты и продажные И что нельзя Ликвидировать наркоманию В отдельном каком-то Можно Нужно ликвидировать в каждом доме В каждой квартире Нужно ликвидировать Потом в каждом доме, в каждом микрорайоне В каждом городе, в каждой области Вот и все И что нельзя ликвидировать Можно и нужно Вот этими закончить письмо Ну я не знаю чем ты его закончишь чем ты его начнешь, у нас же будет 99 попыток, нам, в принципе, одна попытка, он скажет, сколько, 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 сколько тебе надо, вообще же, они знаете, какие деньги тратят, поужинать там вечером в ресторане тысячи гривен, тысячи гривен, вот просто поужинать, и я, и что, иногда, вот для меня выходил, я ходил, засадил нашим миллионерам, говорю, ну, где-то времен 800 заплатил, и вышел, я говорю, Серега, ты знаешь, я, блин, голубий,